Сегодня мне исполнилось 39, и это уже звоночек, даже не принимая во внимание мою старую слабость. У меня есть основания подозревать, что я уже на самом гребне волны. Или где-то поблизости. Скромно отпраздновал это ужасное событие в кабачке, как и в прежние годы. Не души. Сидел перед камином с закрытыми глазами, пытаясь отделить зерно от шелухи. Про пьесу знал, но, честно, не читал. Перечитал перед тем, как поехать. Подумал, наверное, какой-нибудь свошедший артист к юбилею, наверное, хочет поставить. Собственно, встретился с Михаилом Михайловичем. Ну, то есть, директор у нас. Вот артист, вот режиссер, знакомьтесь. Первое было, Михаил Михайлович сказал, что меня режиссеры не любят, я их ищу больше. Нет, он сказал, что я режиссеров не люблю. Я ни слова не понял, не знаю, что делать. Если вы понимаете, давайте вот так мы с ним познакомились. Мы как-то сошлись сразу, разговаривали, показались друг другу интересным, ну, как режиссеры и актеры. Вам было когда-нибудь стыдно за то, что вы делаете? На сцене? Да. Бывало. 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 Да все было. Да все было. Было хорошо, замечательно. Но оно было. А есть сегодня и сейчас. Ну, для меня самое главное, что это сегодня и сейчас происходит. Усмешечка по поводу того, что он называет своей молодостью, но слава богу, она уже осталась позади. Заколдованный круг, неясное очертание, главное произведение, окончающееся, лизгливыми упреками по адресу Господа Бога. Что остается от всего этого убожества? Девушка в жалком зеленом пальтишке на платформе железнодорожной станции. Да. Он провинциальный актер. Он, на мой взгляд, такой уникальный. Это громкое слово, но тем не менее уникальный. А столичный ли провинциальный? Да, конечно, он провинциальный артист. Он же работает в Брянске, а не в Москве. Но по способу существования, как вы говорите, фору даст ноги. Скажи, пожалуйста, Михаил Иванович, а вы когда-нибудь сами себя определяли как провинциального актера? Да. А что вы знаете? Ну, как? Я не могу сказать, что я как себе так дал такую, что я именно провинциальный актер, больше никуда не вяжу. Какие-то театральные, театральная столица. Ну, понятно, что Москва. Я понимаю, что я работаю в провинции, потому что здесь все-таки несколько свои какие-то законы существования театра. Мне иногда кажется, что география меняется. Она уже давно, она на самом деле в театральной России очень сильно поменялась, география. Потому что на сегодняшний момент огромное количество не просто там в больших городах сильные театры, а в маленьких городах очень сильные театры, которые ездят по фестивалям. Ну, даже не фестивали. Ну, и в фестивалях, и не только в фестивалях дело. А огромное количество лабораторий, режиссёра, которые ездят туда. Мне кажется, география давно уже поменялась. Как полюса. Леночка, а что это у тебя в комнате табачным дымом пахнет? Ничего подобного, я, как ты знаешь, не курю. Откуда же взяться табачному дыму? Положим, это верно. Однако, что я вижу. На блюдечке для шпилек лежит окурок папиросы. Верно, окурок. Откуда бы он мог взяться? А, понимаю. Я недавно открывала форточку в мою комнату. Конечно. Это могло быть. Ну, понятно. В общем, вы с ним как-то поладили на крэпе, да? Да, да. Ну, не то, что поладили. У нас было сотворчество. То есть, режиссёр нашёл актёра, а актёр нашёл режиссёра на тот момент. Ну, да, это случилось. И мы получали удовольствие от работы, от общения друг с другом. Ведь что такое моноспектакль? Это ведь общение такое прямое. Вот вас двое. Потом там присоединяется звук. К нам пришли, по-моему, дня за три, за четыре до сдачи. А так мы всё время вдвоём общались, разговаривали. Я всё время из него выуживал там. Личные какие-то… Ну, это же личностная пьеса очень. Какие-то личные вещи. И видел, как он реагирует. Вот. Вот как мы так работали. А он прям вот как-то так отдался и вот прям… Ну, в смысле, вот отдался и начал делать то, что… Ну, конечно, небес иногда бывает, брыки. Но в основном мы с ним как-то так сработались. После чего вы ему очень хорошо… Вы его очень хорошо отблагодарили. Вы ему дали роль длиной в пять минут. Нет, у нас была ещё работа. Нет, сначала у нас была работа ещё одна. Это Островского я делал там. Там у него была главная роль. И со словами? Ну, конечно. Нет, там главная роль. Там две главные роли. В смысле… Ну, их три. Не свои сани. А, собственно, папа, дочка и вот этот жених. Вот. Вот. Когда моя жена посмотрела, она сказала, ну, всё-таки главная роль у Михаила Михайловича. Вот. У тебя получилось такое. Ну, не совсем так, но тем не менее. Вот. А потом… А потом… Вот сделали рассказ «Циника». Это вот последняя работа. Спектакль… Любой уважающий себя режиссёр ставит не на артиста, мне кажется. А… То есть, он подбирает артиста под материалы под роли. Вот. Вот откуда интерес берётся? Насколько я понимаю, в тех же рассказах «Циника», вы на сцене находитесь? Порядка трёх минут. Ну, пять, наверное. Ну, пять. Ну, не больше. Это уже биография. Да. Ну, пять минут. Пять минут. Пять минут, да. Зачем? Ну, вот. Вы понимаете, в этом стиле, в этой стилистике даже, допустим, вот это. Сыграть, когда… Оно там как бы… И он… Несколько… Это… Это вещь… Муж каких много. Она несколько отличается от всех тех рассказов. То есть, она написана как такой номер фарсовый, да? Мне там… Было интересно, какой ход найдёт. И всё это… Ну, кажется, что он нашёл. Ну, и вообще, это… Когда он всё время задаёт вопросы, мне было интересно понять… Ну, извините, тупее… Что-то у тебя овощным дымом пахнет. То есть, дымом пахнет. Она говорит, не может пахнуть, потому что я не буду. А? Ну, да. Конечно. Отвечайте. И так все вопросы, то есть, он соглашается со всем. То есть, было интересно. То есть, почему? Ну, в конце, да. Иногда так хочется верить. Я посчитал нужным позвонить ему. Так как, всё-таки, мы с ним уже сделали две серьёзные работы. Там моноспектакль и где главная роль. Я ему позвонил и сказал, Михаил Михайлович, вот я приеду, буду делать спектакль. Вот. Ну… Ну… Вы не согласитесь у меня сыграть небольшой эпизод? То есть, да-да, нет-нет. Вот. Конечно, хотелось, чтобы… Такой… Вот. Он сказал, да. Всё. Он сказал, да. И, собственно, мы сработались. Можно было взять другого? Ну… Конечно, можно было. Ну… Я хотел, чтобы Михаил Михайлович был на этом месте. Он не против. Ну, как запрос. Как запрос. Ну, почти героический поступок он от обоих. Один решился предложить, а второй согласился это играть. Ну, всё-таки, когда вот уже довольно-таки длительная работа была, мы же друг друга понимаем. Поэтому, почему бы нет? Леночка? А может быть, это вор забрался? Здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Хорошо. Я прям теряюсь в догадках, Леночка. Объясни. Объясни, да объясни. Всё, что я могла, я объяснила. А это я как объясню? Послушайте, молодой человек, вы, вероятно, не туда попали. Ну, конечно, не туда. Да что, Леночка? Я у него сам спрошу. Я вообще не понимаю, как актёр может быть вот всё время себя контролировал. Ну, в том смысле, что если его, если он никогда не заводится, где же твои эмоциональные герои? Она именно в работе, это на сцене, мало просто чем пирамент. Но ведь это всё же проходит в какие-то этапы, поэтому не репутируем. Ну, артист, который столько лет проработал в Брянском театре, в данном случае, говорю, с полным уважением, без тени, какой бы то ни было иронии, натерпелся всех режиссёров, какие только возможно. Да. Ну, что хотите со мной делайте, но такой артист всегда накапливает свои фирменные штампы. Слушайте, а я вам скажу, я ни одного штампа из него не выжигал. Я, может быть, в принципе, мы с ним давно работаем, но я их не замечаю, потому что, вы понимаете, у него… Ведь что такое штамп? Штамп – это то, что уже было, и то, что ты повторяешь. А повтор в театре – это результат, а не процесс. Правильно? А вот уникальность как раз его, как артиста Михаила Михайловича, заключается в том, что он как-то умудряется при всём притом быть и самим собой, и всё время быть в процессе, и быть живым. Понимаете? А если он всё время в процессе, тогда откуда эти штампы могут появляться? Если он всё время в этом находится. Он… Вроде он повторяется. Вроде там… Я не знаю… Сцену повторяет, ещё что-то. Но он… У него вот внутренний процесс, вот самое важное качество для артиста, для меня, он… Он есть всегда. Ну, практически, наверное, всегда. Наверное, всегда невозможно. Хотя, не знаю… Я вижу, что он всё время находится… Он всё время тратится внутренне. Он всё… При всём при этом… Ты видишь эту жизнь, вот какая за ним идёт. Я сейчас уже не говорю про индивидуальность, про качество. Но вот как… Это и класс актёрский… Ну, как бы… Артиста, которого зачастую не хватает кому-то. Это… Природа. То есть, это сочетание природы, класса и воли. Вот. А если… Так как… И поэтому… И так как он всё время находится в процессе, он всегда интересен. И потом, у него харизма, конечно. Он, конечно, харизматичный. Её заимин gefunden. Ну, вот. Это что бывает редко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ